Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это ежедневный информационный выпуск в обзоре наших корреспондентов. Как и всегда, наши журналисты расскажут о наиболее значимых событиях, которые произошли в эту среду. Вот краткий анонс информационного выпуска. Приговор бывшему начальнику управления УФСКН. В Октябрьском суде Рязани состоялось оглашение приговора. Профессиональный рост и инновации. В Рязанском медуниверситете прошла конференция молодых врачей. Закрытие рязанских сматрин. Сегодня завершился фестиваль среди кукольных коллективов. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня в Октябрьском районном суде состоялось оглашение приговора бывшему начальнику рязанской наркополиции Игорю Туровскому. Напомним, что экс-глава регионального ведомства был арестован в октябре прошлого года. Обвиняется бывший руководитель региональной наркослужбы в получении взятки в особо крупном размере. В среду утром в Октябрьском районном суде Рязани началось оглашение приговора по делу бывшего руководителя регионального управления ФСКН России Игоря Туровского. Экс-главу ведомства обвиняют в том, что он получил деньги от коммерсанта Алексея Рощупкина, который обвинялся в торговле кокаином. Наркополицейский обещал смягчить наказание и снять арест с банковского счета. По версии следствия, бывший начальник регионального управления ФСКН получил за это через посредника 6 миллионов рублей. Это считается взяткой в особо крупном размере. Когда подсудимого завели в зал суда, он улыбался и приветствовал своих близких. Защитником Игоря Туровского выступила его дочь. Следствием и судом установлено, что в производстве следственного отдела регионального управления Госнаркоконтроля находилось уголовное дело, по которому к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков привлекался житель города Рязани. В рамках расследования данного уголовного дела рязанец был заключен под стражу, а на его денежные средства, которые находились на банковских счетах, был наложен арест. В ноябре 2012 года начальник регионального управления Госнаркоконтроля Игорь Туровский получил через посредников взятку в размере 6 миллионов рублей за то, что он способствовал в принятии решений об отмене наложения ареста на денежные средства на счетах, которые были открыты на имя привлекаемого к уголовной ответственности рязанца, и изменение ему меры пресечения на более мягкую. Материалы, собранные по делу, обеспечили достаточно объемный приговор. Само оглашение продлилось до 5 часов вечера. А вот в Касимовском районе за повторную езду в пьяном виде суд приговорил жителя поселка Лашма к исправительным работам. Некоторым гореводителям невдомек, что за любое правонарушение рано или поздно придется платить. И если наказание монетой жизни их не научило, то наказание делом должно надолго оставить отпечаток в памяти нарушителей. В Касимовском районе 37-летний житель рабочего поселка Лашма, осужденный за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, уже приступил к обязательным работам. Было наложено наказание в виде исправительных работ, работ в течение 160 часов. Судьей было вынесено законное решение, чтобы эта мера все-таки еще была действеннее. Было принято решение, что исправительные работы гражданин будет выполнять, не только выполнять какие-то работы, а именно на дороге. Мужчина моет светофоры и дорожные знаки, подметает улицы Касимова. И полезно, и поучительно. Тем временем продолжается розыск осужденного Александра Мишакова, 1992 года рождения. Напомним, что Мишаков 28 августа 2015 года сбежал из колонии-поселения при исправительной колонии номер один, расположенной в поселке Центральный Милославского района. Александр Мишаков среднего роста и среднего телосложения. На теле имеет множественные татуировки, а также диагональные шрамы на левой руке. Если вы обладаете информацией о месте нахождения разыскиваемого осужденного, обращайтесь по телефонам, указанным на ваших экранах. Продолжаем программу. Стало известно, что в более чем 20 населенных пунктах Рязанского района на несколько дней отключат газ. Сотрудники Межрегионгаза сообщают, что на газораспределительных станциях в Полянах и Заборье пройдут ремонтные работы. Ремонтные работы на газопроводах отводов с магистральных газопроводов к газораспределительным станциям Заборье и Поляны проводятся по инициативе «Газпром Трансгаз Москва» филиал Гавриловского УМГ, то есть организации, которые обеспечивают магистральный транспорт газа. Работы обусловлены необходимостью замены дефектного оборудования, являются запланированными в комплексе мер по подготовке к осеннему и зимнему периоду. Они должны быть выполнены обязательно для того, чтобы и дальше гарантированно обеспечивать надежное газопотребление конечных потребителей и снизить вероятность возможных технических аварий. В период проведения работ, к сожалению, временно будет прекращено газоснабжение от соответствующих ГРС по следующим населенным пунктам. По ГРС Заборье. Населенные пункты Заборье, Солоча, Картоносово, Ласково, поселок Ласковский, Передельцы, Полково, Приозерное, Трибухино. До 8 вечера 20 числа, это воскресенье. Погры из Поляны. Агропустынь, Аликаново, Ворские, Гнетово, Долгинино, Дубрович, Изоокское, Казарь, Коростово, Красный Восход, Мурмино, Поляны, Семкино, Шумаш. До 8 часов вечера 23-го. Это среда. В ходе пуска наладочных работ после завершения работы для восстановления нормального режима газоснабжения возможно подача газа этим потребителям раньше, до указанного времени. То есть это время, это крайнее время, которому каждый последний потребитель получит газ. А в Рязанском медицинском университете сегодня прошла научно-практическая конференция по наиболее актуальным вопросам современной медицины. Примечательно, что главные участники научного форума это молодые специалисты. На эту конференцию приехали свыше двух сотен делегатов из 17 профильных вузов России и стран ближнего зарубежья. В рамках работы секции научно-практической конференции аспиранты, интерны и студенты старших курсов смогли пообщаться с ведущими специалистами различных отраслей медицины и обсудили актуальные проблемы современной хирургии, неврологии, клинической психологии и фармацевтики. Благодаря тесному взаимодействию и обмену знаниями молодые врачи и будущие медики находятся в курсе передовых и новейших научных исследований. Как участник конференции такого типа могу сказать то, что это очень полезное мероприятие, которое, во-первых, дает кучу новых знакомств и в практической медицине, и в теоретической, увеличивает количество знаний у студентов и молодых ученых, которые помогают им в своей работе, открывают новые горизонты. Надо сказать, что нынешний научный форум среди молодых ученых-медиков уже перерос сугубо российский масштаб и вышел на международный уровень. Так, например, рассказать о новых методах лечения во время беременности приехала преподаватель Витебского медуниверситета Анна Фетченко. Доклад у меня про ауторегуляцию коронарных сосудов. Я думаю, тема очень актуальна, потому что, к сожалению, смертность от сердечно-сосудистой патологии сейчас на первом месте, и плюс мы изучаем принотальный стресс. То есть как стресс, который влияет на беременную женщину, в дальнейшем будет отражаться не только на первом поколении, но и в дальнейшем. Соответственно, я считаю, это очень актуально и необходимо в дальнейшем проводить исследования в этом направлении. Собравшихся участников форума в актовом зале Рязанского медицинского университета приветствовал и ректор Роман Калинин. Он отметил, что поддержка студенчества и молодежной науки является приоритетом и фундаментом в развитии ВУЗа. У нас была в этом году проведена Всероссийская конференция студентов в мае месяце. Также весьма интересно и хорошо она прошла. Здесь мы пошли дальше. То есть уже ребята будут, которые уже делают первые активные шаги в науке в качестве аспирантов или же учество в ординатуре, но уже занимаются научными исследованиями. Формат этого мероприятия для нас новый, но я думаю, что он будет достаточно интересный. Например, на пленарном заседании ребята послушают доклады ведущих лекторов, в том числе и о том, как готовить диссертации, какие требования предъявляет сейчас высшая дистанционная комиссия. Это тоже будет им помогать. Затем уже на секционных заседаниях поделятся своим материалом, своим опытом, своими наработками. Думаю, что это будет очень интересный формат, а в дальнейшем будем совершенствовать. Посетил научно-практическую конференцию в Рязанском медуниверситете и региональный министр здравоохранения Андрей Прилуцкий. Он напомнил будущим врачам о важности профессионального роста и подчеркнул, что практическая медицина ждет новых подготовленных и квалифицированных молодых специалистов. Я могу с большим удовлетворением сказать, что сейчас уже даже в районных областях, в наших ведущих больницах работают молодые специалисты. Они уже занимают при маленьком сроке работы должность заведующих отделением, активно оперируют, активно работают терапевтами, узкими специалистами. И что очень важно, находясь в районных областях, я вижу, как население хорошо относится к молодым специалистам, то есть им доверяют, к ним идут, в них верят. И поэтому мы всячески поддерживаем таких молодых врачей, стараемся им помогать, стараемся им предлагать какие-то тоже новации и идем всячески навстречу. Несмотря на то, что научно-практическая конференция запланирована как однодневная, организаторы все же надеются, что форум послужит стимулом к дальнейшему профессиональному росту посетивших его участников и гостей. А накануне в четвертый день фестиваля кукольного искусства «Рязанские смотрины» показали три спектакля, отмеченных золотыми масками. А сегодня артисты Московского центрального театра «Кукол» продемонстрировали зрителям постановку по произведениям известного латиноамериканского писателя Габриэля Гарсия Маркеса. Символично, что именно сегодня столичный кукольный театр отмечает свой 84-й день рождения. И сегодня же состоялось закрытие фестиваля «Рязанские смотрины». Вперед с 12 по 16 сентября в нашем городе проходил 15-й международный фестиваль театра кукол «Рязанские смотрины». Это один из самых престижных и ярких театральных фестивалей, который традиционно проходит на Рязанской земле раз в два года. Огромное вам спасибо от всех нас, от рязанцев, от тех, кто были в этих полных залах, залах счастливых. Залах счастливых благодаря вам. Вообще прошло 14 фестивалей до этого праздника, и мы считали, что на наших фестивалях было уже все, ничего подобного. Вы так раздвинули границы жанра, что вообще уводите нас в бесконечность. Сегодня состоялась официальная церемония закрытия смотрины. Российские и зарубежные артисты подводят итоги фестиваля. Они поделились впечатлениями о зрителе и о городе, рассказали о том, что нового им удалось узнать и, возможно, почерпнуть для себя. И, конечно, получили памятные награды. Даже во время церемонии закрытия артисты не удержались и устроили настоящее шоу. АПЛОДИСМЕНТЫ Всего 15 театров приняли участие в 15-х по счету рязанских смотринах. Это, по мнению организаторов, символично. Программа прошедшего фестиваля отличалась разнообразием тем, жанров, форм и приемов. При отборе участников решающие значения имели художественная значимость и оригинальность постановок, высокий профессиональный уровень коллективов. Смотрины вновь вернутся в Рязань уже в 17-м году. И верные зрители с нетерпением будут ждать новых участников. И это был заключительный видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет начальник отдела организации досуга из городского управления культуры Валентина Макарова. И речь в беседе пойдет о предстоящем празднике улицы Есенина. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин.